Привет всем друзья, с вами Альтер, вы находитесь на канале Чеггеряут, а это реакция на сериал Саке, второй сезон, шестая серия. Давайте заценим, что нас тут ждет, я за тебя уже все знаю, что-то интересненькое по-любому. Мой любимый персонаж вернулся, Саке раскрыл свою личность. Чем мы, на чем установились? Ермик Косымович, можно сесть? О, сесть, куда я с их позаним? Присесть. Просто, не-не-не, вы не удивляйтесь, это не подарок, там, типа, не взятка, это просто, понимаете, в этом году у меня мужчин жас, и как бы я должен дорогую вещь передать, так сказать, близкому человеку. Ну, как бы, чтите же традиции. Должен. Должен. Ну, вот так вот. Саят, как, как вот вы это делаете, а? Вы, чиновники. Человеку с антикора. Пришел в его кабинет. Подарок подарил. От души просто. Просто вчера как-то у нас разговора не получился. Да, вчера, в общем, короче, у меня просто день был сложный, там, по работе, дома тоже. Настроение было, извини. Я был неправ. Подход не, не подход-то, заход, ну, вы поняли, да? Просто, понимаете, я вообще как бы, как бы, нового Аким, нового района. Ну, я не как те Акимы, которые, знаете, взятки любят, деньги любят, ну, куда я согласен, я вот прям, я прям с народом, народ. Да, я знаю, Саки. Я за тебя уже все знаю. Ну, это, я про вас тоже слышал. Клянусь, только хорошее. Прям, как вы там всех гоняете, вот этих коррупционеров. Сол и, как бы, есть просьба, просьба иметься неправильно, подвод, извините, совет. И, понимаете, как бы, подчиненные есть, могут грешить, люди же, ну, вы же понимаете, и, как бы, не хотелось бы. Я, как бы, у меня рост, я, как бы, пытаюсь правильнее быть с народом. Если кто-то, где-то, хотя бы, слушок будет, что они хотят взятку все, мне, скажите, я клянусь голыми руками нафиг, придушу. Ну, что сказать? Понимаю тебя. В принципе, знал, куда шел, правильно сделал, что пришел сам. Потому что лучше самому прийти, чем когда приводят, правильно же? Да. Ну, что, понял я тебя? Да. Да? Считай, подружились. Как бы, работа, работа, ну, дружба, дружба. Ну, если у вас какие-то там, не знаю, просьбы, проблемы, круглосуточно, не 24 часа, а 486 часов, приходите ко мне, прям, что там, труба, земля, я не знаю. Ну, узаконить даже могу, только по закону все. Нет, ну, если по закону, Саят, что могу сказать, взаимно? Все, рахмет, он да, там, работать народ ждет. Вы же с народом. А, ну да, вы же только у нас работаете. Шутка. Да. Все, давай, считай, подружились. Спасибо. Саят тут как... Красивый костюм, дорогой, наверное. 12 600 тенге. Да? Казахстанский бренд, надо. Мой 10. А, все. Колонс. Ладно. До свидания. Все для народа, пока. До свидания. Саят тут как его помощник, подчиненный, этот жук, вылезал. А это классный актер, кстати. Мне нравится. Алло. Мне тут подарок принесли. Оформить хочу, как полагается, государству дать. Вот правильный кэп. Вот правильный кэп. Вот правильный кэп. Вот смотрите, этому театру уже лет пять. Да, я понимаю, происходит износ материалов. Но знаете, что мне интересно? Вот почему вы каждый год на ремонт зала запрашиваете 100 миллионов? Хотя при открытии у вас ушло на все 80. Ну, это не совсем корректная информация. Мы всегда осваиваем бюджет по полной программе. И у нас на все есть документы. Знаю я, как вы осваиваете бюджет. Вы что тут бардак устроили? И, кстати, как так получилось, что у вас фамилия Иванов? А у вашего главного бухгалтера Иванова? Вы что, тут всей семьей решили работать? Или вы хотите сказать, что вы однофамильцы? Азамат Ежеланович, попрошу вам заметить, что наш театр не относится к вашему Акимату. Мы подчиняемся все-таки Министерству культуры. И не вам меня отчитывать, тем более за мой штат. Но ваш театр, не забывайте, находится в нашем районе. И за все объекты, которые находятся в нашем районе, полную ответственность несем мы. Правильно? Логично. Если вы хотите, то я подам критику районного Акима и жалобу в Министерство культуры. Тогда вашим делом будет заниматься суд. Вот тогда придется отвечать. Всей семьей. Ну, я полагаю, до этого дела не дойдет. С предыдущим Акимом и руководством мы нашли общий язык. Да забудьте вы про него. Теперь все будет по-другому. Я так понял, вы хотите со мной найти общий язык? Ну, конечно. Это хорошо. Давайте сделаем так. Вы переделаете документацию и сделаете смету с реальными ценами. Вам ясно? Заматрик Владимирович, я, конечно, все понимаю. Но давайте как-то вот... А давайте бездавайте. Вы свои спектакли устраиваете перед зрителями, а не передо мной. Я все сказал. Надеюсь, вы меня услышали. До свидания. Кит. Ну, зал-то хорош. Как будто и не нужны там деньги. Ну, то есть, в смысле, как будто. Сашуночка, а кто это приходил? Сколько раз говорите? На работе по имени-отчеству. И вообще, иди в свою бухгалтерию. Хорошо. Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Ну, формально все мы уже познакомились. Я Новый Аким у Луталского района. Для чего мы сегодня собрались? Конкретно решать все вопросы. Я не как тот Аким, который только на словах что-то говорит и потом пропадает. Нет. Сейчас мы не будем просто разговаривать, что-то слушать, лапшу на уши вешать. Если вы конкретно задаете вопросы, мы на все ваши вопросы будем отвечать и решать прямо здесь, с моими коллегами. Если есть какие-то вопросы, можете задавать. Пожалуйста. Здравствуйте, Савет Саматович. Я живу по улице Макатаева. Это частный сектор. У нас нет освещения. Хотя год назад поставили столбы. Решите эту проблему? Год назад поставили столбы, да? Макатаева, да, говорите? Так, кто у нас начальник управления энергоэффективностью? Это я, Савет Саматович. Давайте. Максат Хасинович, дружба. Да. У нас все идет по плану. Ведутся монтажные работы. Сколько вам времени? До конца месяца управимся, Савет Саматович. Слушай, я понимаю. Я новый Аким. Ты начальник управления. Особо мы твою работу еще не видели. Вы тебе знаешь, какой срок дают? Максимум один день. А год и спас. Получается, уже готово, да? Да, Савет Саматович. Мы так и спланировали. Завтра вечером будет освещение. У нас тут все проведено. Только осталось электричество дать. Ну, это через горсвет и все. Ты давай не торопись. Завтра у меня будет большое мероприятие с населением. Скажешь, что свет будет через месяц. В смысле? А-а-а! Понял, понял, Савет Саматович. Еще какие вопросы у нас есть? У нас воруются, а с вами не зря кого-то. Ищем, ищем, делаем все возможное. Чтобы быстрее искать. Ясно? Вот задержали по горячим светам. Так, у меня будет сейчас встреча с населением. Там я скажу, что надо. Понял? Понял. До конца месяца решим. Слушай, я тебе максимум даю неделю. Да, до конца недели закончим. Савет Саматович. Слышь, Лысый, тебе говорю. Все, я вас понял. У нас вот деревья срубаются. Кто за это будет отвечать? Ну, этот момент, мы уже отработали. Тогда слушай. Понял? Да, да, понятно. Я выходец из детского дома. Кто у нас ответит за жилищность? Мы хоть завтра готовы выдать ключи. Только завтра, именно через месяц надо. Там мне надо шоу один сделать, потом. Только потом, попозже, надо через социальные сети тоже кипиш поднять. Ладно? Типа я красавчик, молодец. Там блогерам заплатить, они же там всякие рекламы. Ну, что делать? У нас же блогеры сейчас формулируют мнение, правильно? Говорят, ты красавчик. Все, красавчик. Скажет, что он говно, я говно. Все, я говно становлюсь. Да, Сэс, можешь правильно. Я говорю, короче, я всем братом дотапрер один человек, грамотный, чтобы меня хвалил. Грамотный, да? Да. Чтобы очень грамотно хвалил, только кути, корми, чересчур паливай. Аккуратно. От души сделаем. Здравствуйте, Саид Саматанович. Спасибо вам большое. Благодаря вам в нашем районе стало жить лучше. Еще раз большое вам спасибо от души. Спасибо вам. Я хочу сказать, что для вас Акимат теперь работает 24 часа суток. Наши двери для вас всегда открыты. Спасибо вам. До свидания и удачи. Блин, я ждал, что кто-нибудь задаст вопрос. А у тебя же все, да у тебя. Вообще, это Саят, он из себя, конечно, строит. Такого правильного, ровного. Ну, на самом деле, шлаган тот еще. Да дело не в этом. Самое главное, для нас дополнительный рычаг, чтобы доверивать. Понимаешь? Ну, как, в смысле, в доверие к нему войти, это тоже такой вопрос. Думать надо как? Сегодня заявление поступило на руководителя аппарата. Да ладно, на Азамата? Что за заявление? Директор театра приходил. Азамат начал душить. Требует деньги. Да ладно, с этим театром на потом оставим. А тут с Азаматом надо разобраться. Я ничего не понимаю. Я же пробивал его, он чистый был. Он даже не подчищал за собой ничего. Там вообще никаких поводов не было. Он был чистый или не был, это не важно. Кондавар с другой заявлением. Вот и разбирайтесь. Джеральт есть. Уважаемые коллеги, молодцы. Все красавцы. Встреча населения прошла, так сказать, хорошо. Отлично. Я прям, я рад, были какие-то маленькие, конечно, проблемы. В общем, все казачки. Шеф, я уже не знаю. А, он же не жабший. Ты же видишь, я говорю. Все, шеф. Так, ну вроде все, главное, нормально прошло. Были, конечно, по мелочи, это ничего страшного. Самое главное, мы новые люди. Пришлось, так сказать, небольшое шоу сделать. Пыль в глаза. Но это все временно. Вы сами понимаете, да? Самое главное, доверие. Народа. Вот, правильно, шеф. А вот знаете, если вот, позднее все классно прошло, но вот есть еще подставных вопросов, вот этих подставных людей туда добавить. Не надо вот эти подставные вопросы и подставные люди. Зачем? Это старый ход. Двадцать лет этому ходу уже. Вот это хотя бы чуть новенький. И то все, забудьте. Это временно все было. Дальше работаем во благо народа. Как говорил Азамат Ирланович, главное, чтобы народ был доволен. Ну, шеф, ну, золотые слова. Ну, что, давайте все выпьем тогда за наш золотого человека, за Саят Саматовича. И вы, что с тобой? Не будешь на чем кутки игры? Вы, что, родственники, что ли? Да нет, никак. Ты что делаешь? У шефа там уже занято. Да? В смысле, да, эй. Гостиница эта, что ли? Ну, я же отдыхаю. Все, эй, заткните все. Все, кутки игру завязывайте. Это его обязанность, все он никогда не умеет делать. Все, все. Давайте пьем, за то, чтобы народ всегда был нами доволен. Как сказал Азамат Ирланович, давайте. Все, отдыхаем, все, забыли. Утро, Виктор. Так, что у нас делается с Азаматом? Все нормально, шеф. Сегодня берем его. Точно? Тут, смотрите, что-то без шума было. Если кипиш-пирис начнется, сразу передайте Республиканский антикор. Понятно? Принято. Сум-дор-бан? Бар, да, емдал, белька. Свободный. Все, есть, шеф. У нас с Азаматом теперь проще. Потому что его поддельника, как бы он назвал, он братом или родственником. В смысле, у него брат есть? Да не, это так условно. Раньше в свое время с Азамат их кинул. Этого Армана я с ДВД вытащил. Как его? Вот познакомься, Арман. Охренеть. Арман все знает о Саэте. Все его дела, схемы и так далее. Обалдеть. В свое время Саэр, он кинул его и его близкого друга. Вот я с ДВД вытащил его. Он сейчас будет сотрудничать с нами, правильно? Конечно. Ты понял, да? Конечно. Сотрудничать будешь с нами? Да. Ладно, барабер, босс. Хорошо. Как релять. Так, за ним надо строго слежку, чтобы не сбежала. Не, у меня не сбежит. Ну, смотри. Тогда все. Занимайтесь. Ну, Армантик, а. Есть. Как вчера? Встреча прошла? Красив. Отлично, шеф. Прям супер. Народ теперь думает, я бог и царь. Артисты я, не бог и царь. Здесь шоу устраиваешь. Ну, а как по-другому? Надо же как бы входить в доверие народа. Да, да, да. Акшаржаса вырвали. Согласен. Нашел подрядчиков, с которыми можно работать? Да, есть подрядчики, они с бывшим Акимом работали. Проверил их, хорошие ребята. Десять тушек, двадцать и пышек. Короче, можно с ними работать. Ну, так и работай с ним. Да, правда, у тебя опыта маловато в этом деле. Ну, ничего, я буду подсказывать. Ахмед. Для начала назначаем встречу где-нибудь в тихом подвале. Или наоборот, в торговом центре, где народу дофига, так подслушать сложнее. Сосн. Барханда влаидаст. Короче, джига. Мы друг друга уже давно знаем. Правильно? Про меня вы слышали. Я про вас тоже слышал. Друзья, вы у меня на районе тендерами занимаетесь. Главные поставщики. Ну, душить я вас не буду. Вы хорошие пацаны. Я про вас слышал. Просто у меня чуть-чуть есть свои условия. Вы же теперь через меня будете тендера выигрывать. Правильно? Благодаря мне. Все то же самое. Двадцать процентов. Деньги. Вы не приносите моему помощнику или вакимат, тем более. Не созваниваемся. Вообще. Все деньги будете приносить в ячейку, в банк. Один ключ будет у вас, один ключ будет у меня. Как вы играете тендер, ну, вы знаете, когда вы его выиграете, как вы уже приступите к работе, эти деньги я забираю и работаем дальше. Понятно? Подождите, Савет Саматович, а как вы его заберете с твой процент? Если завтра начнутся проблемы, завтра тендер не выиграем или деньги будут пропадать, нам нужна гарантия? Слушайте меня внимательно. Я еще раз вам говорю, один ключ у вас, второй ключ у меня. Но пароль от ячейки будет у вас. И когда вы уже выиграете тендер, уже приступите к работе, уже почувствуете, что никаких проблем нет, вы мне говорите пароль, мой представитель придет, забирает деньги. В чем проблема? А, ну если так, то без проблем. Просто новая схема, мы про нее не слышали. Схема уже старая. Просто до меня, который сидел, Аким, он был старый и беспонтовый, понимаете? Ты максимально аккуратно работай с ними. А на уход тура лать в дверь, пусть постоянно терпят на тебя, жалуются. В смысле? В прямом смысле. В наглую будете меня хаять, говорить, что я плохой, что я вас притесняю, не даю вам работы. Короче, максимально делайте из меня плохого человека. Люди будут думать, что мы вообще друг другом не другим. Почти враги. И будем спокойно выигрывать тендера, и никто нам мешать не будет. Понятно? Понятно. По телефону с ними не разговаривай. Меняй номера. Три-четыре телефона возьми. И не сиди в одном месте. Меняй заведение. Ну, это такой стандарт. Потом, как твоего Джигармека зовут? А, поможет, тогда вред? Не зря же я говорил, чтоб ты вернул его. Он же тупой. Пусть везде суетится он, со всеми разговаривает, деньги берет и так далее. Если вдруг что-то вылезет, уйдет он, а не ты. Хорошо. Катай сахтасен. Ну, с другой стороны, его и не жалко. Все, понял. Будь здоровым. Что, все нормально? Да, все чисто. Мы никого не заметили. Вас не слушают. Пошли. Берегент 07. Субтитры сделал DimaTorzok Кто мог так догнать быстро? Может, там, конечно, другие ходы были на этот мост? А не канатаха? Это случайно. Хотя нет, в пиджаке. Ну, что за мат? Блин, фиг знает кто. Прикольно. Прикольно. Так. Серия, конечно, такие, такие, как сказать-то вам, классная. Как всегда, впрочем. Классно началась со знакомства этого подарочка и как там вылизывал жопу Саид Саматович. Вот. Классная игра актеров. Очень нравится. Вот Замут с этим театром вообще не понял, типа, на кой черт тот так, такой ход сделал, жесткий, ну, заявление написал, что-то типа его душит, деньги просит. И это сложно доказать. Хотя, подожди-ка, а где свидетели были? Тут только человек Казамата был. На чем он родился? Ну, просто, типа, шугнуть. Ну, фиг знает. Короче, ход какой-то тоже петушиный. Встреча знаете, что мне не понравилось? Не очень. Ну, то есть, как бы, ну, такое. Если докопаться, то на встрече, типа, когда он, ну, говорит, кому-нибудь сказать, дает слово, из зала поднимает руку девушка, чтобы задать вопрос. И уже сразу с микрофоном. Она вот только руку подняла. Ей еще даже не успели принести этот микрофон. Ну, чуть-чуть проеб. Вот. Ну, если докапываться уж. Как оказалось, все это подставные, там у него отвечали, то есть, уже знали, чего отвечать надо и так далее, что скажет Саят. Саматович. Вот. Насчет, ну, вопросы, наверное, тоже подставные задавали. Потому что я, короче, все ждал, то, что вот кто-то не по сценарию будет, ну, в итоге будет действовать и задаст какой-то вопрос такой, на который он не готовил ответ. Вот. Но, увы, этого не было. Дело на Азамата вообще. Лажа конкретно я не понял вообще, какого черта. И то, что они встретились, ну, видно по Азамату, что он вообще не там находится и он недоволен всем происходящим. Прям по нему очень хорошо видно. Но самый шок этой серии это, конечно-ки, Арманчик. Арманчик, который я не понимаю вообще, как он тут оказался. Он заказывал убийство сержанта. Пришел на встречу там с исполнителем. Ну, они там сидели, помните, еще в этой сцене был чувак, который в 5.32 сейчас играет. Вот, он пришел там, типа, есть у меня еще дело с Азаматовичем разобраться надо. Ну, такой а тут получается то, что его вытащили из тюряги. Ну, как бы, он все равно может двигаться по своим делам, что ли? Или все-таки за ним слежка? Фиг знает. Но уже такое, знаете, короче, неожиданно это все. Я думал, как-то не будет связываться со всем этим. Но в итоге решил в крысу поиграть. Окей, понаблюдаем, посмотрим, что он придумает. Интересненько. И последняя сцена тоже на мосту. Тот старик ему наставления такие говорит, как работать с этими подрядчиками, как с ними разговаривать и так далее. Тоже очень круто. И поражает все-таки. Он тут еще такой крутой сидит, сигару, курит. Такой серьезный телегу какую-то сдвигает как че вообще. Такой пахан. Вот. Это раз. Это очень клево. Но концовка показывает то, что это все-таки мост такой. Что его телохранитель там говорит, что за ними никто не следил. Но тут бац, рука откуда она взялась? Там какой-то пипец какой-то. ну хотя мог быть просто типа прохожий. Фиг знает кто это, короче. Неплохая серия. Неплохая. Как вам? Пишите в комментариях. Очень жду уже следующую серию, следующую неделю, чтобы посмотреть. Обожаю сериал этот, очень крутой. Как вам? Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Всем пока. Check it out!